есть вот такой вот сайт здесь вот такая вкладочка который доступ закрыт таким вот образом но к остальным вкладкам доступ открыт так и сюда закрыт есть такой сайт здесь тоже доступ открыт можно нажать на скрытые камеры здесь целая куча понятно да доступ открыт еще раз говорю как это понимать и все это дело выложено вот сюда на файл обменник на котором просят денег например за пароли вот столько просят пароль к архиву 45 долларов или короче там есть еще другие моменты просят приобрести премиум аккаунт где-то где-то тут может быть премиум вот например вот такая вот тема здесь такие цены то есть просто так ты не посмотришь эти и скрытые камеры да так вот придется тебе короче раскошеливаться а если ты хочешь их взломать эти архивы которые вот здесь вот лежат они не все взламываются но некоторые архивы взломать можно вот у них есть программа вот такая и некоторые архивы она взламывает причем вообще быстро там буквально за минуту если вот такую опцию здесь поставить понятно да вот такой момент на русский переключается она вот здесь вот в опциях когда на английском выглядит вот так опции english русский валяется эта прога на рутере на рутер переходите знаете такой на торрент рутер вот там она лежит про этих товарищей есть у них вот такая вот штука за вот такие деньги здесь написано извлечение данных и паролей пользователей из облачных сервисов apple google и microsoft доступ к удаленным данным и сообщением поддерживается до 10 тысяч объединенных единую вычислительную сеть компьютеров то есть это как майнинговая ферма понимаете да кто взламывает аккаунты эта программа разрабатывалась специально решение для правоохранительных органов и правительственных организаций именно здесь она понимаете да для кого она здесь лежит и кто всех взламывает вот так вот а насчет этих людей один момент вот этот вот файлообменник который просит деньги не имеет права хранить у себя такие видеозаписи потому что вот это вот все она заснято на с айпи камер то есть вот у вас стоит камера дома и она имеет доступ к интернету то есть к ней можно получить доступ через интернет айпи камера специальная такая ставится и вот по этой камере вас могут снимать получив доступ если у вас там простой пароль логин все ее короче взламывают вот этой вот программы и все и получают доступ к вашей камере и смотрят что вы делаете и и потом все вашу обнаженку вместе с вашими детьми выкладывают вот сюда здесь прямо с детьми все и дети там тоже есть вы врубаетесь вообще нет и это не запрещено здесь конечно есть вот перечеркнутый вот этот вот и написано типа незащищенное соединение все ваши в данные будут засвечены здесь все все увидят ваше соединение с этим сайтом не защищено вводимая вами информация может быть видна посторонним например пароли сообщения номера кредитных карт и так далее да это незащищенный сайт но там есть вся вот эта вот штука нелегальная которая и не закрыта понимаете то здесь вот закрыта а здесь не закрыта здесь как бы тоже денег просят но как бы здесь есть как называется то эпизоды из фильмов и как бы целый эпизодик раз там показан тебе хочешь полный фильм плати будешь полный фильм смотреть ну ретро фильм там старый да когда можно было снимать такие фильмы где детская обнаженка там да а сейчас как бы такие фильмы видимо вообще нельзя снимать или чё я не знаю а тогда вот короче можно было и вот они здесь короче есть вот такая фигня а здесь на скрытую камеру всех снимают ну в смысле на их же собственную камеру которую они у себя дома установили но так как она айпи камера соответственно к ней можно получить доступ через интернет посредством взлома просто взломали вашу камеру и все и смотрят наблюдают за вами понимаете то нужно придумывать сложные логины сложные пароли для этих камер чтобы взломать было невозможно но все равно взломают потому что вот эта вот штука она очень мощная она очень мощно взламывает но вот этому товарищу можно предъявить по полной потому что он не имеет права размещать у себя такие файлы это незаконно вот эти люди они не давали согласия чтобы видеозаписи где они изображены в обнаженном виде были проданы чтобы это все продавалось третьими лицами через этот файл обменник нету соглашений нету договоров нету никаких нету значит это нелегально все это пиратство путем взлома ваших камер поняли вот я тут не борец за справедливость я вам просто как бы афиширую информацию мне как бы по барабану на это все вообще по большому счету я просто вот нашел эту информацию и решил выложить если вам это интересно можете бороться за свои права может быть вы себя здесь найдете кстати если у вас есть айпи камера или если вы ездили куда-нибудь отдыхать снимали номер там могла быть скрытая камера она вас засняла и все и вы вот здесь вот короче и продают эту видеозапись где вы в обнаженном виде с вашими же детьми где вы там сексом занимались особенно при детях если все точно вот здесь вот есть да ну если камера снимала если в этот момент за вами подглядывали вот такие дела круто но доступа к этим архивам как бы получить нельзя ну к некоторым можно да можно подглядеть так сказать а в основном как бы там нужно платить денежку я вам показал там 30 долларов в месяц 45 долларов за этот самый за ключик я же знаю вы хотите посмотреть я тоже хочу посмотреть но как бы обломчик не взламывается этот самый архив там парочка взломалась остальные не взламываются это даже фигня не помогает то есть вот это вот это я не знаю где найти ее нету нигде премиум а вот эта вот эта вот она и она не все их взламывают Там пара взломалась Остальные не может Но я не все пробовал Так потыкал чуть-чуть Чтоб 5-6 проверил Из них только 2 взломались Вот такие дела Так что боритесь Если есть желание А насчет этого Тут написано 10 тысяч объединенных Единую учислительную сеть компьютеров В эту же кассу можно добавить Тему насчет майнинга То есть вот они там Майнят эти все криптовалюты Может быть они Взламывают пароли Как раз таки Понимаете да Извлечение данных и паролей Пользователей из облачных сервисов Apple, Google, Microsoft Доступ к удаленным данным и сообщениям Взламывают все подряд Телефоны взламывают Все взламывают Вот я и думаю Может быть Майнинг именно этим занимается Тоже взламывают Может быть Украденные файлы Пентагона Взламывают Не знаю И поэтому там ценник такой На криптовалюты То есть это как бы Супер важная информация Которую они пытаются взломать И вот чтобы ее расшифровать Там эту информацию Да взломать Пароли там все подобрать Они решили вот так вот сделать Повысили цену Да На криптовалюты И соответственно люди Как бы скупили там Да Видеокарты И подключились Тут асики Скупили Тоже подключились А что вы расшифровываете То А Может быть Вы расшифровываете Какую-то секретную информацию Какие-нибудь Пентагоновские файлы Украденные Или еще что-нибудь Или какую-нибудь Древнюю информацию Прошлых цивилизаций Как вы думаете Может такое быть Вот такое видео Вот Лежу Сплю Почти Мысли в голове Насчет Насчет ФЗ Всяких Вот они лепят Эти ФЗ Суни Они по сути Вообще Ничтожны Потому что В мире Все Доступно А здесь На этой территории Они просто взяли ФЗ Короче Прилепили У меня такая мысль Это как бы Не ФЗ Это ХЗ То есть Они когда Не знают Что делать Когда победить Не могут То есть Есть мир Да Который Живет Свободной Жизнью И у них То например Есть доступ К тому же Торрент Трекеру К Рутору Какому нибудь Или К рут Хорренту Да А у нас В России Доступа Нету Они просто Таки Попытались Побороть Этот самый Торрент Трекер Рутор Или там Ру Трекер Какой Но опять же Они же Ру Да То есть Это русские Трекеры Это Русские То есть Ру Трекер Ру То есть Это Ру Значит Российское Что-то И они На них Наложили ФЗ Они Открыты Эти Торренты Где-то Видимо Не в России А может Быть Даже В России Эти сервера Стоят У них Самих Сайтов И Получается Что И Получается Что Проители Наши ХЗ Что с этим Делать Они Думают Что Это Нужно Запрещать Типа Но Весь Мир Так Не думает Во Всем Мир Это Доступно И Открыто Ну Не Совсем Во Всем Мир Но Во Многих Странах А у Нас В России Так Дай Кому ФЗ На Это Налепим Но Рука Лицо Еще Одна Мысля Вот Они Сделали Запрет А Ведь Есть Анти Запрет То И Сервер Такой Просто VPN Прокси Сервер Анти Запрет И на него же ФЗ не наложено Я сейчас лежал Думал Почему не наложено ФЗ На этот Прокси Сервер И через него Получается Все эти ФЗ Идут лесом Поставил этот Прокси Сервер И все Как бы То есть Не поставил Как это сказать Через него Короче Запускаешь Страницу И все И она Получается Открывается И плевать Она хотела На ФЗ И вот Получается Что Этот Прокси Сервер Он не заблокирован На него ФЗ не наложено Значит Он им нужен И я думал А зачем Он им нужен И меня осенило То что Они Ну меня уже Давно осенило А здесь Оно просто Как бы Еще сильнее Как бы Прояснилось Что они Там собирают Централизируют Всю информацию О наших Подвигах В интернете А потом Они эту информацию Просто продают Они не могут Через провайдера Это делать Потому что В таком случае Придется С провайдером Делиться А тут Они просто Взяли Короче Прокси Сервер Создали Наложили Кучу ФЗ На всякие Сайты И теперь Мы Короче Через Прокси Сервер Ходим Они эту Информацию Копят У себя А потом Компаниям Всяким Продают Ну вот Такая Вот мысль Короче Они просто Деньги Делают Рука Лицо Но когда Через Прокси Сервер Ходите Вы Получаются Все сайты Походу Запускаете Через Этот Прокси Сервер Вот Я еще О чем То есть Они всю Информацию Через Этот Прокси Сервер Получают Поняли Да Все пропускается Через Эти Сервера Антизапретные И они Там Это Все Анализируют Не У провайдера Да А именно На этих Серверах И Все И Всю Эту Информацию Они У себя Там И И И Потом Продают Да Все Таки Походу Так и Есть Рука Лицо Вы Помните Такой Прокси Сервер Фригейт Фригад Как то так Оно там Писалось По английски И На нем Была Возможность Включать Прокси Так Что Он Действовал Только на Те Сайты Которые Запрещены А все Остальное Он Пропускал И Это Было Очень Удобно Это Был Такой Народный Прокси Сервер То есть От людей Сделанный И Это Кое Кому Видимо Не Понравилось И Они Наложили На него Запрет И Этот Фригейт Теперь Не Может Блокировать Эту Всю Блокировку Обходить Ее Поняли Да То есть Фригейт Не Может А Антизапрет Может Потому Что Антизапрет Это Прям Он Все Видимо Сжирает Сейчас Весь Трафик Поэтому Я вам Советую Его Не Использовать Постоянно А Включать Его Только Тогда Когда Вы Хотите Посетить Какой То Сайт Который На Который ФСЗ Наложено Вот Только Так Можно Их Обломать Да Рука Лицом